Самара в новом году продолжает радовать любителей баскетбола. Клуб с одноименным названием в первом домашнем матче после зимних каникул разгромил спортсменов из Уфы. Уже в первой четверти было видно, кто на паркете хозяин. 33-17. Такой счет получился благодаря точным пяти попаданиям в кольцо из трехочковой зоны. Хороший результат, да. Единственное, я не знаю, какова причина команды Уфы. Они сегодня не боролись. Хочу извиниться перед зрителями в целом за игру, потому что она была не такая красочная, не такая азартная. Сыграли все игроки, ротации получили свое время. Это единственный, наверное, плюс этой игры. Что касается мечта тренера, нет, честно. Да, легкая победа, но это не мечта. Здесь моей работы практически не было. Во второй четверти Самара оборот избавила и проиграла 12-15, хотя и продолжила вести в счете три очка. А вот после большого перерыва уже нанесла сокрушительный удар по сопернику. Третий период закончился в пользу горожан и 20 очков в запасе. Главный тренер Уфимцев был лаконичен в комментариях. Не хватало агрессии, что в защите, что в нападении. Вот это, наверное, самый жирный минус в этой игре. После такого нокдауна Уфимец в себя не пришел и концовка матча превратилась в чистую формальность. Финальная сирена зафиксировала убедительную победу Самары 94-59. Такого успеха у клуба не было давно. Самар хороший соперник. У нас там есть ребята травмированные много, поэтому немножечко мы не в форме сегодня были. Самара в Суперлиге пока занимает второе место. Лидер Спартак Приморье из Владивостока. У них лучший показатель по разнице набранных очков. Впереди у горожан пара матчей в Московской области. 15 января их ждет МБА. 18-го Химки Подмосковья. В МТЛ-арене команда сыграет в конце месяца. 28-го она примет второй состав ЦСКА, 31-го Ижевский купол родники. Сергей Кизоркин, Василий Калдашов. События.